Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000. В эфире телеканала «Звезда» информационно-аналитическая программа «Альтернатива». В студии работает Капитолин Изенкевич. Здравствуйте. В минувшее воскресенье работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Беларуси отметили свой профессиональный праздник. Для нашей страны сельское хозяйство – отрасль стратегическая. В общем объеме ВВП на ее долю приходится порядка 7%. Главным образом сельское хозяйство республики ориентировано на внутренний рынок. Такое распределение не случайно. Обеспечение прод безопасности беларусов – задача первоочередная. И надо отметить, сегодня с ней справляются более 80% продовольствия на прилавках магазинов отечественные. Отдельные же виды продовольственных товаров являются экспортным потенциалом. Тему экспорта беларусской сельхозпродукции и укомплектованности внутреннего рынка мы еще обсудим чуть позже. Сейчас же хотелось бы остановиться в целом на результатах работы аграрного сектора страны за текущий год и финансовых показателях сельскохозяйственных предприятий. Для Беларуси вопрос существенных контроль за его исполнением на самом высоком уровне. Я понимаю, что очень даже непросто. Всегда было непросто селу и за рубежом. Оказывается, серьезная поддержка сельхозпредприятиям, фермерам. Везде она оказывается. Мы также поддерживаем сельскохозяйство, насколько можем. Но как у нас обстоят дела с финансами? Потому что те кредиты, которые брало село, их надо возвращать. Благо возвращать сегодня есть с чего. Несмотря на пандемию, агропромышленный комплекс Беларуси в 2020-м работал стабильно. Получен хороший урожай. Экспорт сельхозпродукции составил более 4 миллиардов долларов, что на 6% больше прошлогоднего показателя. Сельскохозяйственная продукция сегодня поставляется в 105 стран мира. В этом году освоен 21 новый рынок. По нескольким видам молочной продукции наша страна входит в пятерку ведущих мировых экспортеров. Основным по-прежнему остается российский рынок. Рост по всем регионам отмечается и по объему производства сельскохозяйственной продукции. Более 90% предприятий с рассрочкой своих кредиторской задолженности обеспечивали устойчивый рост и текущие финансовые обязательства. Это дало возможность увеличить выручку на одного работающего и позволило увеличить заработную плату, не обгоняя производительности труда. То есть мы на тот объем выручки увеличиваем заработную плату в сельском хозяйстве. Она сегодня составила 890 рублей. Ожидается, что по итогам года объемы производства в сфере агропромышленного комплекса республики вырастут более чем на 5,5% во всех категориях хозяйств. Есть уверенности в том, что отрасль обеспечит производство на уровне 10 миллиардов долларов. В цифрах ситуация в сельском хозяйстве Беларуси сегодня выглядит именно так. Согласитесь, результат неплохой, учитывая факт работы экономики в условиях парализованности рынков сбыта. Ни одним экспортом спектр вопросов в работе сельского хозяйства широкий, каждый из которых значимый. Возьмем, к примеру, ценообразование на продукты питания, формирование доступных цен на эту категорию товаров – твердое требование главы государства. Надо жестко взять под контроль работу губернаторов, вертикали власти, местных органов власти по вопросам обеспечения продовольствием в зимний период, весенний период нашего населения, чтобы не было колебания цен. А так получается, вы мне осенью докладываете, что с избытком в хранилищах продовольствия, а цены начинают скакать. На какие виды? На картошку? Как-то так. Исконно белорусский. Исконно белорусский продукт, и цены там начинают плясать. Или на капусту, что не хватает, или на гречку. Все это надо держать на контроле. И вице-премьер должен взять на себя вот контроль. Твое дело обеспечить проламок, а он должен раскрутить всех, кто занимается ценообразованием, контролем за ценообразованием, выстроить их, чтобы контроль за ценами был приличный. Действительно, в этой части возникает немало вопросов. Как получается так, что то, что сами же выращиваем и производим, не имеет устойчивой единой цены? Думаю, каждая ситуация, в ней разбирается и министерство торговли наше, и правительство, и министерство сельского хозяйства. И когда-то начинают немножечко баловаться, так в кавычках можно сказать, и сети. Когда-то где-то логистика немножко дает сбой. Когда-то кто-то умышленно раздувает какую-то проблему в средствах массовой информации. И это провоцирует такие вот скачки цен. То есть везде своя причина, но, как вы видите, все равно все возвращается на нормальную колью. Вы знаете, поручение получено. И всей линейкой продуктов по удобной для нас цене мы будем обеспечены. Будем это все четко отслеживать. То, что мы видим по цифрам, цены на продовольствие немножечко сейчас припали. Как говорится, контроль и еще раз контроль. Болевые точки в сельском хозяйстве Беларуси сегодня есть, о них знают и их не скрывают. Но важно другое. Одно дело понимать наличие проблемы и ничего с этим не делать. Совсем другое – реагировать. Витебщина – это мой яркий пример вывести сельхозхозяйство из затруднительного положения и повернуть ситуацию в обратное русло. Такой эксперимент на северной земле начали еще весной. Тогда заработал 70-й указ президента о развитии агропромышленного комплекса Витебской области. Благодаря чему в регионе создали 7 интеграционных структур по переработке сельскохозяйственного сырья. Как они сработали и какой результат. Ни в коем случае нельзя упустить этот вопрос. Ибо пройдет 3-5 лет, придут опять, руки разведут, скажут, не получилось. Каждый год надо контролировать, какой отдачу дает эта система работы. А потом, мне кажется, исходя из опыта, да и вам, это неплохая система. Ее придется перекладывать на другие области. Может быть, не в целом, но на отдельные районы, регионы, областей. Где-то найдутся такие предприятия, которые мы должны объединить, которые будут заниматься переработкой того, что дадут колхозы, совхозы, фермеры. По сути, указ отработал лишь полгода. В августе закончились все юридические согласования, отсрочки, рассрочки, слияния предприятий, присоединения. И только сейчас эта система начинает работать. Максимально загрузить перерабатывающее производство сырьем, молоком, мясом и зерном – главная задача таких объединений. Вся добавленная стоимость от переработки сырья вкладывается в технологию, а также в развитие сельхозпредприятий объединения. Должны обеспечить серьезную управляемость за счет организаций, прибавить 18-20%. Отсрочка по кредитам и отсрочка по долговым обязательствам позволить нарастить объемы продукции в первые годы, чтобы обеспечивать рассрочку долговых обязательств и дать устойчивую работу этим предприятиям. Да, работать непросто, трудности никуда не исчезли. Вместе с тем, результат работы агропромышленных объединений налицо. Так, к примеру, одна из интеграционных структур создана на базе Полоцкого молочного комбината. В нее вошли 30 предприятий семи районов Витебской области, а также Полоцкий молочный комбинат, Полоцкий комбинат хлебопродуктов, Полоцкая птицефабрика, Мерзкий мясокомбинат, Мерзкий комбикормовый завод, три свинокомплекса, две миллиарации. Полоцкое агропромышленное объединение сегодня – это порядка 6 тысяч работающих. Мы значительно увеличили производство, мы 116% рост на молочном комбинате, значит, валовой продукции, значит, увеличились надои молока, валовое производство молока 108%, так, значит, предвесы увеличились, крупнорогатая скота, валовая продукция наша на сегодняшний день 109% получено Полоцким агропромышленным объединением. Про всех сложностях, значит, коллективы заработали намного лучше, помощь ощущается в предприятии переработки, очень много строим. На сегодняшний день порядка 14 помещений животноводских, мы строим новых в нашем агропромышленном объединении. Это тоже большая такая задача перед нами стоит, так, строим силами, значит, предприятий вот этих предприятий переработки, влаживаем туда деньги, как хозяйств, так и переработки, ну, наши все строители, монтажники, сварщики и другие рабочие в субботнике организовываем, воскресники и в свободное время туда выезжаем. Ну, нагрузка, конечно, чувствуется дополнительно, но мы понимаем, что без сельского хозяйства нечего делать ни молокозаводу, ни комбинату хлопродукту, ни мясокомбинату. Продукцию, производимую Полоцким агропромышленным объединением, в частности, Полоцким молочным комбинатом, сегодня любят и покупают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. В 36 странах мира сегодня точно знают белорусский продукт натуральный, а значит, качественный. Основные поставщики, значит, которым мы поставляем товар, это Китай, это Филиппины, Индонезия, значит, Сирия, Пакистан, Казахстан, значит, Ужбекистан, Россия и так далее. Значит, и рынок этот постоянно увеличивается, так, количество этих стран. Поэтому вся продукция продана, залежи никаких нет, на месяц продается вперед, стоит очередь за Полоцкой, значит, молочной продукцией, бренд «Юософийка» и «Сырок Мишут». Маленькое хозяйство с большими возможностями и потенциалом дальнейшего развития. Сельскохозяйственное предприятие «Полота» в числе тех, кто вошел в интеграционную структуру совсем недавно, а результаты ощущают уже сегодня. Включение в саму интеграционную структуру и попадание под 70-й указ дало большой шаг для развития самой «Полоты». Построили одно помещение ходспособом полностью с нуля, одно помещение полностью произвели реконструкцию. И все это практически получилось сделать за 2020 год. Что-то своими силами, но при полной поддержке Полоцкого молочного комбината интеграционной нашей структуры, куда мы вошли, хоть и немного, но увеличили сдачу на молочный комбинат. Именно продукция пошла качественнее. Если судить период 2019 года, то экстра молока в «Полоте» было немного. В этом году мы, я думаю, что к концу года должны выйти хотя бы на 65-70% именно экстра молока. За каждым литром молока и тонны намолоченного зерна ежедневный и хлопотный труд агрария. В «Полоте» их немного – 58 человек. И от работы абсолютно каждого сегодня зависит благосостояние предприятия. Я знаю, что такое сельский труд, как это работать на земле, как это работать со скотом, какие иногда бывают тяжелые адские условия, хотя говорят, что на селе хорошо, воздух свежий. Но все это не так. Очень тяжело работать на земле, ухаживать за землей, а также ухаживать за теми, кто стоит за нашей спиной. Потому что мы за каждую голову в ответе. Я просто немножко покажу, как они сидят в клубе. Сегодня они сидят в клубе. Вот они, вот здесь вот, видите, в ней заняли, вот здесь вот такое место. У нас Карпатка и Краинка. Пчелы, которые не злобливые. О пчелах Людмила Охроменок может рассказывать часами в пчеловодстве более 15 лет. Сначала пчел смотрели родители, после сын. Теперь вот и сама пчеловодство обучит любого. Многолетний опыт позволяет. Еще 10 лет назад на пасеке в Палате было 30 пчелосемей, сегодня 300. Развиваться помогает госпрограмма по развитию пчеловодства. Мы производим более 5 видов меда. Потому что мы пчел перевозим в разные места. Они у нас стоят на своих полях, ну как бы на опушке леса везде. Потом мы в конце июля перевозим на вереск. И там основная масса у нас меда верескового. Потому что там они находятся месяц. Они собирают, и мы только в сентябре начинаем откачивать. Поэтому у нас в основном мед вересковый. У нас цветочный мед в основном. Вот мы сеем гречку, значит он гречневый мед. Он как бы и для диабетика хорошо. И вообще тоже темный мед. И вообще у нас все меда темные меда. Как бы в основном. Потому что они все пчелы в лесах, и поэтому темные меда. И фацелия очень приятные, ароматные. В этом году мы собрали 5 тонн 300 меда. Ну как бы хорошо собрали. Я считаю, где-то по 18 килограмм на семью. В сезон управляться с пчелами Людмиле Ахроменок помогают. Двое пчеловодов с апреля по сентябрь. И улья вывозят на поля. Самое время для сбора урожая сладкого золота. С приходом же холодов домики с семьями пчел возвращают на пасеку. Самое тяжелое, наверное, это перевозка пчел. Поскольку перевозим мы их за лето очень много раз. И по полям, и в лес перевозим. Поэтому постоянно надо погрузить эти улья, разгрузить эти улья. Вот это, наверное, самое тяжелое. А смотреть, как бы я не сказал, что их тяжело. Уже привыкли к этому. И с медом, и с зерном. Поля полимер Агра уже засеяны урожаем будущего года. Весной здесь будет колоситься озимая рожь. Аграрии рассчитывают на достойный урожай. Мол, если в этом году смогли, то дальше точно выдержим. Год был сложный, но мы с ним справились. У нас хорошее увеличение по зерновым. Мы на порядка 500 тонн больше намолотили в этом году зерновых. Ну, с чем это связано? Я считаю, с грамотной работой своего коллектива. Нам удалось собрать грамотную команду, которая по-настоящему профессионалы своего дела. Они знают, что они должны делать и как. Они прислушиваются ко мне, я к ним. У нас слажена работа, поэтому все наши показатели, я думаю, что строятся на этом. Нам удалось в этом году посеять 890 гектар озимых зерновых, 330 гектар рапса, заготовить кормов на 30% больше, чем в прошлом году. Ну, это хороший плюс. Плюс мы обеспечили себя кормами. На этом работы в хозяйстве не останавливаются. Сегодня аграрии «Полимер Агро» ведут подъем зяби. 80% от запланированного уже вспахали. Активно вносится органика. Все согласно технологическому процессу. Благо и техника, и люди не подводят. Оказывает поддержку в проведении осенних работ и учредитель хозяйства завод «Полимер» открытого акционерного общества «Нафтан». Хочу выразить ему огромное спасибо. В этом году они внесли очень большой вклад в нашу работу. Они помогли нам закупить технику, закупить средства защиты. И очень много сделали для нашего хозяйства. Поэтому им огромное спасибо. Удачно сложился сельскохозяйственный год и для подшифрованного хозяйства «Новополоцка» открытого акционерного общества «Кушлики». В нынешнем году аграрии намолотили порядка 4 700 тонн зерна. К слову, в Полоцком районе показатель урожайности зерновых. Этого хозяйства один из лучших. 40,4 центнера с гектара. «Готовимся заранее. И опыт же тоже самое. Ну и как-то получается немного так все это. Техника не подводит. С утра до вечера работаем. Первыми в регионе аграрии «Кушликов» закрыли и госзаказ страны на обеспеченность рапсом. А это 100 тонн урожая этой культуры. С задачей справились еще в начале августа. Тогда же начался и задел под урожай 2021 года. «Посеяно 130 гектаров азимых зерновых уже. Это все пшеница. 120 гектаров азимого рапса. В основном французской селекции 100. Альбатрос, который в этом году у нас неплохо себя показал. В среднем у нас на круг в этом году рапс вышел 31 центнер с гектара. На отдельных полях альбатрос давал 40 и 45 центнер с гектара. То есть как зерновые практически. И виталт мы посеяли 20 гектар белорусской селекции. Попробовать одно поле у нас есть. Мы попробовали еще на зеленый корм посеять в этом году новую культуру для нас. Азимая сурепица. 86 гектаров у нас посеяно. Хлеборобы, механизаторы, животноводы и все те, кто имеет непосредственное отношение к сельскому хозяйству предприятия аграрного комплекса пищевой промышленности по переработке и хранению сельхозурья. Без этих людей, их каждодневной, кропотливой и безусловно важной работы прилавки наших магазинов не были бы такими разнообразными, а столы полными. Хочу поздравить всех работников переработающей промышленности и работников сельского хозяйства с их профессиональным праздником. Хотелось бы им пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, удачи, благополучия, чтобы их продукция была всегда наполнена позитивом и частичком их доброй души. Пандемия не сбавляет оборотов. Всего, по данным на 16 ноября, в Беларуси зарегистрировано свыше 115 тысяч случаев заражения COVID-19. Несмотря на рост пациентов с коронавирусной инфекцией, в больницах есть места, лекарства, средства, индивидуальные защиты. Ситуация с распространением COVID-19 находится на постоянном контроле главы государства и всех органов власти. Такую информацию на минувшей неделе во время совещания по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в Совете Республики озвучила Наталья Качанова. Средства индивидуальной защиты, оборудование, койко-места, медперсонал – это те вопросы, которые находятся на постоянном контроле. Мы воссоздали работу областных штабов, которые возглавляют губернаторы. Наша задача сегодня – стараться делать все, чтобы оказывать квалифицированную медицинскую помощь, заключила Наталья Качанова. Советы Республики и Министерство здравоохранения регулярно проводят селекторные совещания с регионами и учреждениями здравоохранения. Созданы региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19. В связи со складывающейся эпид-обстановкой в Беларуси вводят дополнительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Масочный режим уже действует во многих регионах республики. В Новополоцке, к примеру, обязательный масочный режим ввели 12 ноября. Такое решение принято на заседании городского оперативного штаба. Обусловлено это эпид-обстановкой в регионе и фактами игнорирования жителями советов врачей и пренебрежением средствами индивидуальной защиты в общественных местах. Теперь использование масок имеет обязательный характер. Ношение масок будет обязательным во всех местах массового пребывания людей. Это торговые центры, это развлекательные учреждения, учреждения культуры, спорта, образования по детям, по школьникам на усмотрение родителей. А педагоги техперсонал, обслуживающий персонал, он будет также носить обязательный характер ношения масок. Также масочный режим введен и в торговых объектах. В принципе, мы давно уже ввели его для обслуживающего персонала, для продавцов. Но сейчас также этот режим вводится обязательно и для посетителей. Обязательным также будет ношение масок в общественном транспорте. Очень много вопросов возникает при перемещении жителей нашего города в маршрутных такси, в автобусах. Поэтому здесь тоже всех обязуем носить маски. Потому что ситуация сегодня по городу у нас неблагополучная. За последние буквально 2-3 недели у нас большое количество заболевших. Наша больница сегодня несет очень большую нагрузку по амбулаторному звену и по стационару. Поэтому все меры предпринимаются всем жителям нашего города. Кому нужна экстренная помощь и помощь в стационаре, она оказывается. Также оказывается помощь на дому. Постепенно обязательный масочный режим ведут по всей Беларуси. Об этом накануне заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. При этом последнее слово в решении вводить масочный режим с учетом эпид-ситуации остается за органами местного самоуправления. Сегодня же акценты в борьбе с распространением коронавирусной инфекции расставлены однозначно. В частности, это усиление работы амбулаторного звена. Усилено материально-техническое сопровождение медицинских учреждений, особенно амбулаторных. Выделены дополнительно автотранспорт, выделяют организации города, для того, чтобы мы могли очень активно посещать на дому наших пациентов. Это первый момент. Введены дополнительно ставки. И должен сказать, что на этих ставках будут работать наши студенты, субординаторы. Это шестой курс, по сути, выпускники. Наша задача сейчас, и это было подчеркнуто на заседании штаба, всеми именно усилить работу амбулаторного звена. Взаимопомощь и взаимовыручка – тот фундамент, на котором сегодня и держится работа всего медперсонала региона. Студенты Витебского медуниверситета на помощь старшим коллегам пришли еще во время первой волны коронавируса. Тогда это были 300 человек, сейчас готовятся еще 105 и 6 курсников. Студенческие медицинские отряды для помощи медикам будут работать не только в Витебске. Помощь отправится также в Оршу, Полоцк и Новополоцк. Студентов планируется в том числе привлекать к работе колл-центров, которые консультируют больных и контакты первого уровня. Также в рамках оптимизации амбулаторно-поликлинической службы, согласно приказу Минздрава, некоторые медицинские работники со средним специальным медообразованием смогут проводить экспертизу временной нетрудоспособности. Работники со средним медицинским образованием имеют право выдачи больничных листов на период эпидемиологического подъема заболеваемости по респираторным вирусным инфекциям. Наше учреждение уже получило согласование Главного управления по здравоохранению Витебского полусполкома. Это согласовано с социальной службой. Мы получили разрешение на 27 своих специалистов. Это помощники врача, фельдшеры и врачи-интерны, которые привлечены у нас на данный момент к работе с температурящими пациентами, пациентами с вирусными инфекциями. И они имеют право выдавать больничные листы. Данные специалисты единолично имеют право выдать больничный листок до 10 дней. В дальнейшем, если это необходимо, значит продление больничного листа проводится совместно с заведующим отделением. И, естественно, пациент получает листок нетрудоспособности на весь период, в течение которого он в нем нуждается. Объединяя усилия, действительно только сообща и заодно все вместе мы сможем побороть этот вирус. И сейчас речь не только о тех, кто на передовой, но и о тех, кто оказался беспомощным в сложившейся ситуации. Все это время в Беларуси продолжают оказывать помощь по доставке продуктов для людей пожилого возраста, одиноких и одиноко проживающих граждан. Только за октябрь Витебской области выполнено 864 заявки. Сотрудникам соцучреждения помогают представители Красного Креста, Белорусского Республиканского Союза Молодежи, работники торговли и неравнодушные граждане. Всего же за 10 месяцев 2020-го выполнено порядка 13 тысяч заявок от населения. Работы, конечно, стало больше, потому что все-таки и выполняются функции территориального центра, но и мы оказываем помощь гражданам, которые не стоят на обслуживании нашей организации. Около 10 человек задействованы в показании помощи одиноким гражданам. Организована работа в горячей линии по приему заявок от одиноких пожилых граждан по доставке продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости. Номер телефона 526768. Доставка осуществляется бесплатно, но за средства обратившихся. Конечно, график изменился, потому что люди в основном сейчас боятся выходить сами на улицу. Меня просят сходить в магазин, и я иду в магазин без человека, потому что пожилые люди у меня в основном, они более подвержены вирусу. В условиях сложившейся эпидобстановки к марафону поддержки подключаются все общественные объединения. Не остались в стороне волонтеры Белорусского общества Красного Креста. Организация запустила программу помощи, в рамках которой самые нуждающиеся в поддержке в условиях COVID-19 семьи и граждане получат ваучеры на сумму от 135 до 420 белорусских рублей на покупку продуктов и предметов гигиены. В Беларуси такая поддержка будет направлена почти 6500 семей, 50 из них семьи из Новополоцка. Те, которые потеряли работу, нет средств к существованию. И, конечно же, в первую очередь это многодетные семьи, семьи, которые являются опекунами. Мы совместно с территориальным центром проводили эту работу. Во-первых, это брали на учет тех граждан, которые приходили к нам весь этот год со своим сложным положением в семье. Ваучеры можно будет отоварить в магазине Евроопт. Почему Евроопт? Потому что проводился тендер. Что они могут приобрести на этот ваучер? Могут приобрести все то, что имеется в магазине. Для личного пользования, для семейного, для домашнего пользования. Как видим, ситуация с COVID-19 сегодня серьезнее, чем при первой волне. Но по оценкам специалистов, контролируемая. Более того, уже сегодня Министерство здравоохранения говорит о прогнозах плата по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это декабрь 2020-январь 2021 года. В общем, по республике надеемся, что ситуация с выходом на плату будет наблюдаться в декабре, даже январе. Но с учетом того, что эпид-сезон по заболеваемости гриппом прогнозируется на январь-февраль, здесь накладываются еще и острые респираторные инфекции с гриппом. Сами понимаете, можем и до февраля, с учетом данных инфекции, выйти на плату. Постепенное снижение заболеваемости COVID-19 возможно уже к весне и даже ближе к лету. Хотя и сейчас в определенных регионах, например, в некоторых районах Минской области, за последнюю неделю отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. На сегодня у меня все. Если вы что-то пропустили, наши программы можно просмотреть в социальных сетях, а также на официальном сайте Новополоцка. Спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Интернет для всех и для каждого. Телефон 75 40 00